На очередном заседании Комиссии по профилактике преступлений и правонарушения на территории городского округа Щелково обсудили результаты работы в 2022 году по целому ряду направлений. Одно из них – борьба со социальными явлениями в молодежной среде. В докладах прозвучали итоги деятельности подразделений администрации, которые организовывают в подведомственных им учреждениях профилактические мероприятия. Так, Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью в этом году в рамках подпрограммы «Молодежь Подмосковья» было проведено более 300 мероприятий, в которых приняли участие более 18 тысяч человек. Из них более 100 мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, социальных явлений в молодежной среде, духовно-нравственное воспитание, пропаганду здорового образа жизни, поддержку талантливой молодежи и молодежных инициатив. Всего в данных мероприятиях приняли участие более 8 тысяч человек. По линии Комитета по образованию в общеобразовательных организациях проведено 350 мероприятий с обучающимися. Это и классные часы, и профилактические беседы с участием инспекторов ОДН. В них участвовало более 18 тысяч школьников. На заседании отмечалось, что Комитетом по культуре и туризму администрации было организовано 273 мероприятия патриотической направленности. В отношении детей и подростков из группы риска проводится работа по их вовлечению в клубные формирования. Подвели итоги исполнения решений координационного совещания по обеспечению правопорядка в Московской области и Комиссии по профилактике преступлений и правонарушений на территории округа. Отмечалось, что аппаратом Комиссии были выполнены поручения губернатора Московской области и Главного управления региональной безопасности. Так, например, было организовано совместное патрулирование с сотрудниками полиции и членами народной дружины заброшенных и недостроенных объектов. В отношении потенциальных мест, где могут появиться несанкционированные свалки, установлены фотоловушки. Проверялось и исполнение на территории округа миграционного законодательства. В 2022 году обследовано было 42 объекта компактного проживания иногородних и иностранных рабочих. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok